Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Если вы еще на нас до сих пор не подписались, рекомендуем это сделать. На канале вы найдете много полезной и интересной информации о покупке и выборе поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если заинтересуют машины в наличии, либо вообще информация о компании или нашей вакансии, все это смотрите по ссылочкам, они в описании. Добро пожаловать на очередную серию наших сравнительных обзоров. А сегодня мы поговорим о том, какой выбор будет предпочтительнее. Более возрастной автомобиль классом повыше, либо более свежая машина, но чуть покомпактнее. Говорить будем о беспробеговых универсалах до полутора миллионов рублей. А разбираться с этим вопросом будем на примере Honda Stream в кузове RN и Honda Shuttle гибрид второго поколения. Honda Stream в кузове RN, второе поколение данной модели, появилось в 2006 году. Эту машину выпускали долго. Последние экземпляры покинули сборочные линии только в 2014. На чем история Stream как модели, собственно, и завершилась. Выпускались эти машины с двумя вариантами силовых установок. Оба мотора бензиновые. 1.8 на 140 лошадиных сил и 2-литровый на 150 лошадей. При этом мотор 1.8 агрегатировался с классической автоматической коробкой передач на 5 ступеней. Такие машины могли иметь как передний, так и полный привод. Ну а 2-литровые версии шли с передним приводом на вариаторной коробке и с классическим автоматом, если речь идет про 4WD. Honda Shuttle, которую тоже можно в данном случае назвать вторым поколением модели, появилась на год позже, после завершения производства Honda Stream в 2015. Эту машину сняли с производства только в 2022 году. При этом освежали в ходе рестайлинга в 2019. Здесь было два варианта силовых установок. Бензиновый двигатель на 1.5 литра 132 лошадиные силы, который сочетался только с вариатором передним левополным приводом. Либо гибрид, где бензиновым мотором выступала 1.5 на 110 лошадиных сил. Такие машины имели роботизированную коробку передач с интегрированным электромотором, а по типу привода также могли быть как передними, так и полноприводными. Старшую возрастную категорию у нас сегодня представляет Honda Stream 2010 года выпуска с мотором 1.8 на 140 лошадиных сил, 5-ступенчатым автоматом и передним приводом. Пробег этого Stream по Японии 93 тысячи километров. Ну а за молодое поколение будет выступать Honda Shuttle 2016 года гибрид 110 бензиновых лошадей плюс электромотор. Пробег автомобиля 131 тысяча километров. Что касается габаритных размеров этих автомобилей, Honda Stream имеет длину 4 метра 57 сантиметров, ширину 1,69 метра, а высоту 1,54 метра. Колесная база этого универсала 2,74. Радиус разворота здесь 5,4 метра, а снаряженная масса 1360 килограмм. Более свежий, относящийся к более компактному классу Shuttle, покороче, 4 метра 40 сантиметров. А вот ширина в 1,69 метра и высота в 1,54 метра с Honda Stream у него одинаковая. Естественно, здесь короче колесная база 2 метра 53 сантиметра. И этот автомобиль маневреннее 4,9 метра радиус разворота. В тесном дворике на нем будет сподручнее. Кроме того, Shuttle почти на две сотни килограмм легче. Снаряженная масса 1190. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то для Honda Stream в кузове RN заводской слой ЛКП будет лежать в диапазоне от 73-75 до 95-100 микрон. У более современной Honda Shuttle картина практически такая же. Минимальное значение показаний толщиномера здесь 73 микрона, а максимальная порядка 89-95 микрон. Что касается коррозии, то здесь в пользу Shuttle играет возраст. Стримы в большинстве своем, как правило, более возрастные. И особенно это касается водовых автомобилей. Осмотр на подъемнике нужно производить в обязательном порядке. Обзор внутреннего пространства двух автомобилей начнем с багажного отделения. Тем более, что для универсала это едва ли не главное. В данном случае мы имеем дело с пятиместной комплектацией Honda Stream. Были еще версии с третьим рядом сидений. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с размерами багажника. Ширина проема в средней части 107 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 75. Расстояние до спинки задних сидений 1 метр. Поправка на то, что задний диван в этом универсале вы можете регулировать в продольном направлении. Ширина багажника по полу в его самой узкой части 98 сантиметров. Задние сидения в данном случае складываются, но при этом подушки вниз не уходят. Падает вперед только спинка. Да, вы получаете практически ровный пол, но пол высокий. При этом расстояние до переднего сидения в длину составит около метр восемьдесят. А максимальная длина предмета, который можно здесь увести у Перефа в переднюю панель, два метра шестьдесят. Что касается каких-то отсеков и прочих удобств в багажнике данного автомобиля, с поправкой на то, что это пятиместная версия, у нас есть бесполезные в данном случае подстаканники на боковых панелях багажника. Место третьего ряда в данном случае у нас занимает дополнительная ниша, куда можно много чего положить. Например, троса и знак аварийной остановки. Штатный комплект инструмента герметик-компрессор у нас занимает место под фальшполом с правой стороны. Соответственно, никакого запасного колеса на этом минивене уже нет. Ну а теперь переходим к багажнику Хонды Шаттл. Кстати, невооруженным взглядом заметно, что погрузочная высота у Шаттла меньше, чем у Хонды Стрим. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с размерами багажника здесь. Ширина проема в его средней части у этого автомобиля 108 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши больше 84 сантиметра. Сам багажник здесь более широкий. У Хонды Стрим широкая часть гораздо меньше по длине. Однако в самом узком месте багажник Шаттла будет поменьше – 95 сантиметров. Да и расстояние до спинки задних сидений от заднего борта здесь 95 сантиметров. Сказывается меньшая длина автомобиля. Складываются задние сидения. Здесь удачнее подушка ныряет вниз, и спинка образует ровный пол. А длина предмета, который вы можете сюда погрузить – 1,78 м. Что касается максимально длинного груза, который вы можете здесь перевести, это практически те же цифры. Чуть меньше – порядка 2 метра 57 сантиметров до передней панели. Что касается разного рода ниш бардачков и прочих удобств в багажнике этого автомобиля, здесь разве что плафон освещения сверху. Две очень маленькие неглубокие ниши слева и справа на полу. И под фальшполом есть дополнительная емкость, куда можно сложить разного рода мелочевку. Домкрат у нас находится за задним бампером под соответствующей пластиковой крышкой. А набор штатного инструмента под полом. Герметик, компрессор и все прочее сопутствующее. Запасного колеса у шаттла также не будет. В целом же багажник шаттла, несмотря на меньшую длину при поднятых задних сидениях, для перевозки груза удобнее, чем у Honda Stream. И еще одним плюсом здесь является ровный пол, благодаря чему эту машину можно использовать как спальное место. А также дополнительной фишкой унаследованной от базовой модели Fit будет возможность поднять подушку сидения и зафиксировать ее для перевозки высокого груза, например, горшка с комнатным растением. Ну а теперь про салон. У нашей Honda Stream салон тканевый, полностью тканевый. Боковые части отделаны материалом, напоминающим алькантару и имеют красную прострочку. Выглядит все это дело симпатично. Сидеть удобно. Сидения в меру жесткие и имеют ярко выраженную боковую поддержку. Причем как на спинке, так и на самой подушке сидения. Что касается запаса пространства, то при моем росте 1,86 м я быстро сел за рулем в удобное положение. Рулевая колонка здесь имеет регулировку как по вылету, так и по наклону. Причем регулировка по наклону, можно сказать, подпружинена. При отпускании стопора руль не падает вам в руки. Диапазон регулировки руля достаточный. То же самое касается и диапазона регулировки сидения. Если сдвинуть его до упора назад и опустить его вниз, то моя левая нога здесь практически распрямляется в колене. Сам руль здесь трехспицевый, небольшого диаметра и бросается в глаза его толщина. Толщина самого обода руля. Это, кстати говоря, достаточно удобно. Форма здесь эргономичная и отделан он кожей. Подрулевые переключатели по сравнению с другими автомобилями кажутся более короткими. Но при этом пользоваться ими удобно. Сами они находятся на нормальном отдалении. Пальцы тянуть к ним не нужно. Переключаются без противных дешевых щелчков пластмассы. С левой стороны опору под локти пассажиру и водителю дает откидной подлокотник на водительском кресле. А справа подлокотник на дверной карте. Правда, на дверной карте он пластиковый и жесткий. Комбинация приборов. У Хонды Стрим простая и лаконичная. Белые шкалы, красные стрелки. Абсолютно не раздражающие глаза сочетания. Они отлично читаются. Здесь крупная оцифровка. Все четыре прибора аналоговые. В том числе присутствует и указатель температуры двигателя. Какую бы комплектацию Хонды Стрим в кузове РН вы не предпочли, у вас не будет ассоциации с самолетной кабиной в плане обилия кнопок и переключателей. На дверной карте стандартный блок стеклоподъемников. Правда, сами кнопочки здесь необычной формы. Коплевидная. Водительское стекло имеет авторежим. Сюда же вынесено и управление регулировкой боковых зеркал. С правой стороны в нашем случае четыре заглушки. Но в старших комплектациях здесь могут быть дополнительные функции. Зато здесь установлено опциональное головное устройство с большим монитором и навигацией, которому полагается и управление на рулевом колесе. Также сюда можно подключить телефон и разговаривать по автомобилю. Климат-контроль в данном случае автоматический, однозонный. Управление осуществляется при помощи кнопок, но клавиши эти разделены по блокам, крупные и тактильно различимы. Соответственно, вы можете регулировать температуру или обороты вентилятора, не отрекаясь от дороги. Селектор коробки передач. Здесь классической формы. Прорезь прямая. Есть блокировка. А также кнопка выключения овердрайва верхних передач. В этом случае коробка ограничится первыми тремя скоростями. Также внизу панели у нас есть видеовыходы под разъемы типа тюльпан для головного устройства. На этом, собственно, все. Что касается бардачков, полочек и прочих мест для хранения, центрального бокса у этого автомобиля нет. Зато есть довольно глубокий карман, куда можно много чего положить. Также в центральном передистале у нас есть два круглых подстаканника. Внизу полка, куда можно бросить мобильник. Есть, похожий на пепельницу, пластиковый отсек, который не предназначен для стряхивания туда пепла. И довольно небольшой по объему основной бардачок. Бумага формата А4 входит сюда только в подмятом виде. Либо если ее все-таки сложить пополам. Внизу дверных карт у нас есть узкие карманы, которые не имеют никакой дополнительной формовки под бутылку, как это делается на современных авто. И справа от рулевого колеса под дефлектором вентиляции у водителя есть небольшой квадратный отсек, куда можно положить, например, ключ, если бы автомобиль был оборудован безключевым доступом. Что касается обзорности, передняя панель у Honda Stream в кузове RN низкая, еще и специфической формы. Поэтому здесь не создается впечатление, что вы смотрите на мир через узкую амбразуру лобового стекла. Линия бокового остекления низкая. Есть дополнительные форточки, которые призваны убрать мертвые зоны при повороте направо и налево, в которые прячутся пешеходы. Боковые зеркала маленькие. Под стать машине 2006 года. То же самое мы можем наблюдать, например, на седьмом аккорде. Никакой дополнительной боковой зоны с преломлением здесь нет, поэтому маневрировать в потоке нужно будет с осторожностью, пока не привыкнете. Ну а что касается капота, то он в этом автомобиле всегда останется невидимкой, какое бы положение водительского сидения вы не выбрали в плане высоты. Так что к передним габаритам придется привыкнуть. Ну а с обзорностью назад в конкретном экземпляре выручает камера заднего вида, которая здесь стоит с завода. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается второго ряда Honda Stream. Здесь просторно. При моей собственной регулировке, при росте 1,86 м у меня есть в запасе сантиметра 3 от коленей до спинки переднего сидения. Но даже если бы они в него упирались, то спинка здесь плюс-минус мягкая, и дискомфорта это бы не вызвало. Тоннеля на полу нет в принципе. Пол абсолютно ровный. Заднее сидение выше, чем переднее в плане высоты подушки. И абсолютно плоское, рассчитанное на размещение трех пассажиров. Запас пространства над головой остается даже при более или менее вертикальной посадке. Но ее вы можете здесь регулировать. Вот это максимально отклоненное назад положение. И к услугам задних пассажиров в данном случае еще и центральный подлокотник, в котором есть два подстаканника. Кстати, сидение здесь мягкое. Непривычно мягкое по меркам современных машин. Опорой под вторую руку задним пассажиром будет служить опять же жесткий пластиковый подлокотник. Также в дверной карте у нас есть небольшой отсек. Он же ручка, за которую закрывать дверь, куда можно положить какую-то мелочь. И очень неглубокий кармашек. Более никаких дополнительных фишек для пассажиров второго ряда в этом автомобиле нет. Разве что от изначальной семиместности задним пассажирам досталось два плафона освещения. Ну а теперь что касается Honda Shuttle. По части посадки для водителя высокого роста здесь тоже все в порядке. Также есть регулировка рулевой колонки как по вылету, так и по наклону. Тоже большой диапазон. И она также подпружинена, как и на Honda Stream. То есть при отпускании ступора в руки вам не падает. Что касается сидения, то здесь плюс-минус похожий запас по длине регулировки. При моем росте 1,86 м мне также не удается здесь выпрямить левую ногу в колене полностью. Но для повседневной езды я бы пододвинулся в данном случае ближе. Опора под локти присутствует в виде подлокотника, который по совместительству крышка центрального бокса. Ну а на дверной карте подлокотник такой же пластмассовый и жесткий, как и на Honda Stream. Рулевое колесо здесь похожего диаметра, но при этом обод гораздо тоньше. Что странно, обычно бывает наоборот. Чем более старый автомобиль, тем тоньше обод руля. Тем не менее он эргономичный и довольно удобный. Хотя в Honda Stream руль по части удобства был поудачнее. Комбинация приборов в данном случае уже современная. Здесь есть цветные дисплеи. С левой стороны на нем отображается режим работы гибридной установки. Выбранный режим трансмиссии. Время и температура за бортом. А с правой стороны бортовой компьютер, который может отображать разные сервисные сообщения. Указатель уровня топлива. Сюда же можно вывести и тахометр, который будет цифровым. И экономайзер, и много еще чего. Спидометр занимает центральное доминирующее место. Он как бы полупрозрачный, многослойный, скажем так. Но с крупной оцифровкой и читаемый. Приборка симпатичная и функции свои выполняет. По части кнопок и клавиш здесь также вы не обнаружите их огромного количества. Хотя, допустим, на рулевом колесе кнопок, конечно, побольше. Левая сторона здесь отвечает за управление магнитолой. А справа расположился блок клавиш управления круиз-контролем. Здесь он не радарный, самый обычный простой круиз. Также справа внизу на руле есть кнопки, позволяющие переключать режимы отображения информации на приборной панели. Блок кнопок здесь самый, что ни на есть обычный. Они обычной квадратной формы. Расположены практически там же, где и на Хонде Стрим. Пользоваться ими удобно. А вот справа внизу побольше клавиш. Здесь есть отдельная кнопка включения противотуманных фар. Клавиша включения-выключения режима автоматического складывания боковых зеркал при выключении зажигания. Система стабилизации и корректор фар. В данном случае он ручной. Климат-контроль здесь тоже однозонный, тоже автоматический. Но управление, в отличие от Хонды Стрим, здесь уже полностью сенсорное. Аналоговых кнопок на этой панели нет. И при выключении зажигания она превращается просто в черную плоскость. По современным меркам, время отклика на нажатие клавиш здесь могло быть и поменьше. Но, тем не менее, если никуда не спешить, пользоваться таким климатом достаточно удобно. Единственное, что на ощупь это сделать вряд ли получится. Поэтому режим авто, заданная температура и забываем про этот аспект. В данном случае автомобиль имеет бесключевой доступ. Кнопка старт-стоп расположена слева от руля. Пользоваться ей удобно. Ну а селектор коробки передач у гибридов – это нефиксируемый джойстик. Наподобие того, что мы наблюдаем на Toyota Prius. И весь его алгоритм работы ровно такой же. Парковочный режим включается отдельной клавишей сбоку. А при выборе режима S – Sport. Автомобиль запустит бензиновый двигатель и не будет глушить его даже при остановке на светофоре. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, то в центральном боксе здесь присутствует довольно глубокий отсек. Глубокий, но узкий, благодаря небольшой ширине самого тоннеля. Также здесь есть два больших подстаканника, очень глубоких. Они квадратной формы, но здесь вы без проблем разместите даже большой стакан с напитком. Перед селектором коробки передач есть небольшая полочка для мобильного устройства. Основной перчаточный ящик здесь побольше, чем на Honda Stream. А внизу дверных карт есть небольшие по длине, но отформованные под размещение бутылки с напитком, кармашки. Что касается обзорности в этом автомобиле. Передняя панель, в отличие от Honda Stream, здесь имеет наклон в обратную сторону. И она кажется высокой. Соответственно, лобовое стекло, на первый взгляд, более узкое. Наклона его больше и само оно от вас дальше. Форточки переехали теперь в передние стойки. Мертвых зон с пешеходами здесь по-прежнему не будет. Линия бокового остекления по-прежнему низкая. А боковые зеркала стали чуть-чуть побольше в плане высоты. И, соответственно, чуточку удобнее при маневрировании между рядами. Ну а капот на этом автомобиле в любом случае остается невидимым. Так же, как и на Honda Stream. При любой регулировке сидения вам придется только помнить про габариты вашего автомобиля. Что касается парковки задним ходом, то в данном случае у Honda Stream преимущество за счет наличия заводской камеры. Этот шаттл не оборудован подобной опцией. Однако монитор есть и крайне желательно ее поставить, чтобы упростить себе маневрирование задним ходом. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем сидении. Как бы ни парадоксально это звучало, но при меньшей колесной базе места на заднем сидении шаттла отнюдь немало. А расстояние при моей собственной регулировке от спинки переднего сидения до колена здесь даже больше, чем в минивэнистрим. Причем сидение такое же мягкое с обратной стороны. Заднее сидение здесь не столь плоское. У него есть ярко выраженная в плане высоты средняя часть. Да и пол здесь уже неровный. Тоннель, хоть и невысокий, все же присутствует. Сидение ощутимо жестче, чем на Honda Stream. А регулировка спинки наличествует, но ее диапазон очень буквально небольшой. Это считанные сантиметры. Огромной разницы между вертикальным и наклонным положением вы здесь не ощутите. Пространства над головой хватает. А в плане опоры под локти в помощь дверная карта с жестким пластмассовым подлокотником. Ну а слева в данном случае уже ничего. Центрального подлокотника здесь нет. Зато под передними сидениями достаточно места, куда можно спрятать ступни. И в целом ехать на заднем сидении шаттла также весьма удобно. Ну а теперь про агрегаты. На каждом из них останавливаться подробно не будем. Есть детальные обзоры на один и второй автомобиль у нас на канале. Пробежимся только по конкретным моторам на наших автомобилях. Под капотом Honda Stream установлена рядная четверка R18A. Это крайне надежный двигатель, хорошо знакомый людям в европейской части страны по таким моделям, как Honda Civic 8 и 9. Это цепной мотор и мотор одновальный. По хондовской традиции он не имеет гидрокомпенсаторов. Регулировка от зазоров клапанов раз в 40 тысяч километров. Ну либо по симптоматике. R18A отличает феноменальная надежность. Эти двигатели выхаживают свыше 350-400 тысяч километров пробега. По современным меркам здесь также отличная доступность катушек зажигания, термостата и всех прочих моментов, которые могут вам понадобиться при регулярном обслуживании мотора. Этот двигатель выдает 140 лошадиных сил и 174 ньютонометра крутящего момента. В сочетании с автоматической коробкой передач этот агрегат разгоняет универсал стрим до 100 километров в час с места за 11,1 секунды. А средний расход топлива в городе для таких автомобилей на переднем приводе это 10-11 литров на 100 километров пути. В пользу надежности этого двигателя говорит и низкая стоимость контрактных агрегатов на вторичном рынке. На момент подготовки сюжета стоимость R18A в контрактном виде составляла от 32 до 43 тысяч рублей. То же самое касается и автоматических пятиступенчатых коробок, которые сюда ставились. На текущий момент стоимость контрактных агрегатов колеблется в диапазоне 15-20 тысяч. Что по современным меркам практически даром. Что касается более современного автомобиля. Под капотом гибридного шаттла установлен также четырехцилиндровый рядный мотор серии LEB. У него также цепной привод ГРМ и также отсутствуют гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Этот агрегат выдает 110 лошадиных сил. Однако в паре с ним работает электродвигатель. И суммарная мощность силовой установки вместе с электромотором уже 137 лошадей. Сам электродвигатель, кстати, имеет крутящий момент 160 ньютонометров, что очень помогает на разгоне. Такой автомобиль с роботизированной семиступенчатой КПП и передним приводом разгоняется до сотни быстрее, чем стрим. За 10 секунд ровно. А расход топлива в городском цикле составляет 6,6 литра на 100 километров пути. Что касается стоимости контрактных агрегатов на вторичке. Если мы посмотрим сам двигатель, то цена мотора не слишком отличается от стрима. 45-50 тысяч рублей. Но вот в том, что касается коробки передач, именно роботизированной версии, будут неожиданности. Сама КПП стоит не так дорого, поскольку в ней практически ничего никогда не ломается. Около 40-45 тысяч. Дорогим здесь является блок сцеплений. И его стоимость на вторичном рынке может доходить в настоящий момент до 100 тысяч рублей. Ну а теперь давайте поговорим про дорожный просвет. У Honda Stream в кузове RN заявленный клиренс 150 миллиметров. И низшая точка находится в передней части автомобиля под подрамником. До нее те самые 15 сантиметров. Передний бампер находится на расстоянии 17 сантиметров от асфальта. За передним колесом до порога те же самые 17 сантиметров. В задней части порога 19 сантиметров, а до заднего бампера 24 сантиметра. Причем здесь абсолютно все, включая банку глушителя в габарите бампера. Поэтому в плане проходимости Honda Stream в кузове RN это выше среднего. По современным меркам клиренса для городской эксплуатации у этой машины достаточно. Что касается подвески этого автомобиля, здесь все по классике, по крайней мере спереди. Это Макферсон, шаровые опоры в данном случае по задумке производителя. Меняем вместе с рычагами. Рулевая рейка электрическая, стабилизатор поперечной устойчивости стоит на подрамнике перед рулевой рейкой. И доступ к его креплениям, скажем так, слегка затруднен. В плане антикоррозийной обработки автомобиль для внутреннего японского рынка не удивит нас ничем, по крайней мере в передней части, кроме шовного герметика, который нанесет в весьма ограниченном количестве. А вот на порогах антикоррозавода, тем не менее, присутствует, пусть и не столь плотно, как, например, на автомобилях для российского рынка. Однако, несмотря на 2010 год выпуска, этот автомобиль очень неплохо сохранился. Здесь нет даже ржавчины внутри полостей, даже в виде налета на самом кузове, естественно. В задней части автомобиля располагается топливный бак, а в объем 55 литров, и здесь он пластиковый. А вот сама заливная горловина, которая идет наверх, здесь из металла, поэтому на возрастных автомобилях смотрите, чтобы она не была со следами коррозии, тем более сквозной. Что касается задней подвески, то у Honda Stream она выполнена на поперечных рычагах. Хотя это далеко не самая замороченная схема, и уж точно не идет ни в какое сравнение по своей сложности с подвеской седьмого аккорда. Задние тормоза в данной комплектации, кстати говоря, барабанные, а амортизатор и пружина в данном случае выполнены в виде стойки. Что касается антикора, то в задней части автомобиля его на кузове также нет, как и спереди, только герметик на соединительных швах. А как обстоят дела с дорожным просветом у более свежего универсала? Каталожное значение клиренса для этой машины 130 мм. Вооружаемся рулеткой и смотрим низшую точку, которая в данном случае находится под защитой моторного отсека. Расстояние от асфальта до нее 125-130 мм. Еще ниже висит резиновый брызговичок под передним бампером. До него от асфальта всего 11 см, а вот сам бампер находится в тех же 17 см от поверхности земли. До поддомкратника за передним колесом 15,5 см, что на полтора меньше, чем у Honda Stream. До задней части порога 18 см. А вот задний бампер находится на расстоянии 26 см от асфальта. Так что, если вам нужно запарковаться к высокому препятствию на этой машине, делайте это задним ходом. Но в целом, Honda Shuttle по части дорожного просвета, конечно, уступает более старому варианту. Что касается подвески, то здесь картина один в один, если говорить про подвеску переднюю. Тот же самый Макферсон и те же самые запрессованные в рычаги шаровые опоры. По задумке производителя, опять же, несменные. Что касается стабилизатора поперечной устойчивости, здесь он стоит перед рейкой, а не за ней. И доступ к его укреплению для замены втулок здесь куда проще. Сама рулевая рейка также электрическая, как и на стриме. Но по части антикоррозийной обработки, все так же, кроме шовного герметика, мы ничего не видим. Единственный момент, что если у Honda Stream был нанесен антикоррозийный состав хотя бы в районе порогов, пусть и местно, и не везде, то у этого автомобиля никакой дополнительной обработки нет в принципе. Кстати, центральная часть днища здесь закрыта полностью пластиковой защитой. Бензобак в данном случае располагается практически посредине базы автомобиля. Он пластиковый и его объем 32 литра, что с учетом расхода гибрида должно быть достаточно. А вот задняя подвеска здесь проще. Это обычная зависимая схема. Простая балка с двумя сайлентблоками, где пружина и амортизатор стоят уже отдельно друг от друга, а не в формате стойки. Ну а задние тормоза, кстати, на этой комплектации по-прежнему барабанные. Таким получился наш сегодняшний сравнительный обзор. Что предпочесть за одни и те же деньги, более старую машину высокого класса, либо более современный вариант решать уже только вам. Почву для размышлений мы вам уже дали. Напоминаем, в нашем обзоре сегодня участвовала Honda Stream 2010 года выпуска с мотором 1.8, 140 лошадиных сил и 93 тысячи пробега по Японии. А со стороны современности выступал Shuttle 2016 год, 131 тысяча пробега в гибридном исполнении. Если вы владели одним или вторым автомобилем, а может быть и двумя сразу, и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все это дело в комментарии. Ну а если обзор вам понравился, оказался полезен, то не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!